И на этой неделе мы изучаем из книги Бэмидбар, книга чисел, глава называется Бэга Алладха. И это название, возможно, оно самое труднопроизносимое. Вы можете попробовать вслух произнести Бэга Алладха или Бэга Алладеха, там есть варианты. Когда мне нужно было озвучить, я с первого раза не смог произнести правильно. И в этой главе, это само слово, само название главы, значит это, когда будешь зажигать, когда будешь зажигать. Вот, и это вот, я когда слышу это название, и для меня это само, когда будешь зажигать, я, вот у меня такая ассоциация, это с таким хорошим сильным прославлением. Когда мы в танце, вот только в еврейских общинах такое есть, прославление с танцами. Это очень сильно раскрывает душу, очень сильно раскрывает нашу внутренность, очень сильно располагает к слышанию, принятию Божьего Слова. И сама книга Бэмидбар полна драматических событий. И это третья глава, и впереди еще много-много событий. И если книга Левит, она была, скажем так, более аскетична, ее сложнее комментировать. Все, кто комментирует Тару, вам любой комментатор скажет, что книгу Левит сложнее, это, ее комментировать сложнее других книг. Здесь же очень много событий, и такое слово «экшен» есть, да, то есть там такие события происходят, которые очень сильно впечатляют, и эти истории нас, очень поучительные истории. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад». Аарон так и сделал на передней стороне светильника, зажег лампады его, как повелел Господь Моисею». Далее идет обряд, торжественный обряд очищения и посвящения левитов. В этом участвовало все общество. Это было очень красиво, торжественно, очень важное событие. И после этого идет постановление, то есть описывается Божий порядок. Бог наш, есть Бог устройства и порядка, мы это очень хорошо знаем. Бог не создает хаос, Он, наоборот, из хаоса делает порядок. Из чего-то простого Он может сделать что-то очень красивое. Нас Он слепил из глины, да, из праха земного. Просто взял горсть глины, слепил и вдохнул свое дыхание. И единственный праздник, который повторяется, возможен повтор этого праздника, это Песах. И, наверное, многие из вас знают, есть такой праздник Песах Шини. То есть его отмечают для тех, кто был в дороге, для тех, кто был ритуально нечист. Этот праздник мог быть, то есть тот, кто не смог, тот, кто не смог, то тот человек мог повторно совершить Песах. И вместе с тем идет такое предупреждение, что если человек не захотел, просто не захотел, мог, но не захотел отмечать Песах, а кто чист и не находится в дальней дороге и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Серьезное предупреждение. То есть сам факт выхода из Египта, освобождения от рабства, он очень-очень важен. Это ключевой момент. И далее мы видим, мы помним, мы уже это комментировали, что над Скинией находилось облако, облако, которое вело евреев по пустыне, куда? В обещанную Богом землю. Все знали, куда идут. Да? В пустыне не очень хорошо, не очень комфортно, но все знают, у всех, все знают цель, куда мы придем. И было направляющее облако. И пишется, что облако было над Скинией. И интересно, что есть такое понятие, как крещение в облаке, то есть погружение в облако. И в первом послании к Коринфянам есть такое интересное место, в 10 главе. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». И здесь пишется под облаком. И еврейские мудрецы, они тоже говорят о том, что облако, оно покрывало. То есть оно было над Скинией, но оно также было, как покрывало. То есть они были погружены в это облако. И, как мы понимаем, в пустыне жарко. И вот представим себе июль, август, когда у нас очень жаркая погода, и когда приходят облака, то значительно комфортнее нам становится, да? Когда приходит облако, просто скрывает, делает, скажем так, между нами и солнцем, делает прослойку такую комфортную. И это облако, оно было таким очень явным проявлением Бога. То есть сам Бог их вел и создавал более комфортную атмосферу в пустыне. И во всем был порядок. Во всем был порядок. Бог давал постановления. Евреи послушно все исполняли. Но бывали сбои, причем очень серьезные сбои. И как, скажем так, как предисловие, к этому событию, события, которые очень часто повторяются в Салмах, в Брит-Хадаша, это событие очень знаковое, очень поучительное. И представьте себе, картина маслом на Молдаванке, на Мясоедовской, у еврейской больницы встречаются два еврея. Хаим! Шалом! Шалом! Ну, как живешь? Разве это жизнь? Ну, бывает у человека такая натура просто. Бывает просто натура. То есть человек со временем бурчит. Со временем бурчит. И уже когда человек уже приходит к такому более старшему возрасту, к сожалению, это может происходить чаще. Но если с этим не бороться, если этому не противостоять, то не дай Бог превратится в старого ворочина. И все началось с того, что пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только мана в глазах наших». И дальше идет такое, ну, вот какое-то уныние, и очень такое позитивное описание маны. Что мана, то есть человек с утра выходил, набирал эту ману, и все, весь день свободен. И эту ману можно было есть прямо так, эту ману можно было запекать, ее можно было варить, то есть из нее можно было делать различные изделия. То есть еда была, но появились прихоти, и, к сожалению, этот вирус, он заразил все общество. И начали роптать люди, начали возмущаться, начали жаловаться. Кто виноват? Вот это он, это Моисей. Он во всем виноват. Вот зачем мы выходили вообще из этого Египта? И все это разрасталось, усиливалось, и дошло до того, что они Моисея так достали уже, что Моисей, вот это единственный раз, что Моисей начал просто просить себя смерти. И он сказал, Господи, ну зачем мне это вообще? Ну, ну, мне надо вот это. Постоянно я в чем-то виноват. Постоянно меня обвиняют, постоянно тыкают меня. Любая проблема, кто виноват, Моисей, это все он. И Бог пообещал мясо, он говорит, мясо, будет вам мясо, будет и мясо, скажи, что будет мясо. И и тут уже Моисей, ну, у него немощь такая проявилась. Он, Господи, ты дешь это мясо им возьму. Ну, даже вот все, все вот это, то, что у нас есть, мы заколем, не хватит всем. И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет? И Бог дал мясо, мы помним, Бог нагнал ветер, прилетели перепела и летали над землей так, что их можно было просто руками ловить. Люди ловили, это деликатес. И Бог Бог дал мясо, причем ели его очень долго, целый месяц. Но при этом пришли последствия. И когда народ жаловался, не было воды, ну тут как бы понятно, тут все понятно, нет воды, жажда, все хотят пить, пустыня. Тут никаких не было наказаний, то есть тут не было никаких последствий. То есть люди получили воду, напились, напоили животных, порядок. Но это была прихоть, об этом пишет Писание, это была прихоть, и Бог взыскал с людей за это. И мясо еще было в зубах, их и не было еще съедено. Как гнев Господень возгорелся на народ, поразил Господь народ весьма великую язвую. И нарекли имя место сему Киброт Гаттава, ибо там похоронили прихотливый народ. И переводится Киброт Гаттава, переводится Гробы Прихоти. Жутковатое название, да? То есть была похоронена эта прихоть, вот эти хотелки были похоронены. То есть было жесткое такое жесткое наказание. И когда мы проявляем такое категоричное непослушание Богу, мы должны понимать, что будут последствия. Бог будет учить. Бог много милостивый, долго терпеливый, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания. Есть грехи, есть вещи, за которые Бог вынужден наказывать, чтобы человек научился, чтобы научить страху Господню. И вообще сама тема страх Господень, она редко изучается и большинство верующих не очень понимает, что оно такое, страх Господень. И когда говоришь, многие люди пугаются, говорят, нет, Бог только любящий, Он только любит, у Нем нет никакого зла, так и есть, нет никакого зла, но не оставляющий без наказания, без законников, тем, кто приступает его правила. и мы должны понимать, что послушание Богу это для нас благо. И страх Господень это ненавидеть зло. Одно из выражений, одна из истин, которая записана в Слове Божьем. Для того, чтобы понимать, что такое добро или зло, нам нужно читать Божье письмо. И когда я был еще неверующим, скажем так, то я многих вещей не понимал, то есть я многих вещей в очень в искаженном виде понимал, и я мог воспринимать зло как добро, не понимая, но Слово Божье меня многому научило, и очень благодарен за то письмо, которое Бог мне оставил. И в завершении я хочу сказать словами апостола, что великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, равно как ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Аминь. нюхен 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 Продолжение следует...